Добрый день, друзья! Подписчики канала Гриша из Brisbane, Австралия, ещё раз с очередным видео о кофе. Сегодня это видео номер три из серии кофе. Сегодня будет речь идти о почему не пить кофе рано утром. Без замедления я начну об этом рассказывать, но пока что я вас попрошу, если вам не трудно, пожалуйста, подпишись на канал, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы вы не пропустили никаких моих следующих видео. Также я считаю это видео попадает под серию «Поверьте мне, я не доктор». Я не собираюсь лечить людей, не собираюсь рассказывать, как медикаменты работают, но я хочу дать людям понять, как пища и жидкости, которые люди употребляют, влияют на их здоровье, самочувствие, провождение дня и т.п. и т.д. Итак, кофе. Что мы делаем? Мы просыпаемся по утрам и, в принципе, начиная день, некоторые сразу пьют кофе, некоторые пьют кофе с завтраком, некоторые заканчивают завтрак и пьют кофе. Одним словом, кофе считается утренним напитком. И, может быть, это верно, потому что кофе, по большому счету, вызывает, это стимулянт, вызывает продукцию гормона, который называется кортизол. Кортизол – это стресс, гормон стресса. Что кортизол делает? Кортизол – это противоположность мелатонину. Мелатонин – это гормон сна. Вы скажете, ну, все правильно, в чем проблема? Мы называем кортизол, он убивает мелатонин. Мы просыпаемся, все нормально. Не так все просто. Кортизол – это гормон стресса. Если вы встали утром, вы знаете, что у вас день не совсем легкий, и вы решили выпить одно кофе, может быть, потом второе. У вас уже стрессовая ситуация. Выпивая кофе, может даже неизменно для вашего организма вызывать еще больше стресса. Что это может вызвать? Это может вызвать реакции, которых вы не ждете. Допустим, вы начинаете совещание, и кто-то не совсем что-то правильно делает. У вас получается какая-то, не знаю, реакция, которую вы не ожидали от себя, или, в принципе, портит настроение. Это все может быть реакция кофе. Также, допустим, вы выпили кофе и сели в машину поехать, или, допустим, взяли кофе в машину, вы пьете кофе и едете. Дорожная пробка, да? Люди не всегда ведут машины, как вам хочется, есть опасные ситуации. И не только ваша реакция, но еще реакция других людей будет большим раздражителем, если пить кофе в машине или прямо перед видением автомобиля. Это, в принципе, я считаю побочный эффект кофе, который нужно понимать, и нужно понимать, откуда он приходит. Также, если мы уже говорим о кортизоле, я уже рассказывал, что гормон кортизола вызовет выделение глюкозы в крови. Чтобы убрать глюкозу из крови, будет вызван гормон инсулина. Также, если вы диабетик первой степени, или вы становитесь диабетиком второй степени, и вы за рулем, кофе может являться опасностью для вашей жизни. Это не смех, ребята. Дело в том, что, начиная вести автомобиль, если вы теряете управление автомобилем, вы можете его поставить в аварию, и что-то произойдет то, что нормально без кофе не произошло бы. То есть кофе, да, очень сильно как стимулянт влияет на наш организм. И нужно рассчитывать силы с кофе. Многие пьют кофе из-за вкуса, не чувствуя, что кофе работает. Есть такое понятие привыкания к кофе. Это тоже нормальное понятие. Организм привыкает ко всему, организм пристраивается. Поэтому, если вы пьете кофе для вкуса, или чтобы проснуться, или у вас стрессовый день, или вы диабетик, я считаю, нужно задуматься, сколько кофе пить, когда кофе пить и для чего вы пьете. Я также сниму будущее видео, где я расскажу, когда лучше всего пить кофе, с чем лучше всего пить кофе, потому что кофе, если честно, довольно-таки полезный напиток, если опять-таки правильно его употреблять. Если вам интересно больше узнать о кофе, если я что-то недорассказал вам, хочется знать, пожалуйста, пишите в комментариях. Я также поставлю первое и второе видео, которое я сделал до этого про кофе, чтобы вы могли посмотреть, если вы еще их не посмотрели. А пока что, до следующего раза. Большой привет, Гриша из Брисбена, Австралия.